Здравствуйте! Продолжаем знакомиться с утяжелением и приемами поиска предельных режимов. В этом видео уроке я покажу простой, но интересный практический пример поиска предела по статической устойчивости. Кроме того, мы попробуем убедиться в том, что Aynor XL правильно находит предельные режимы. Я надеюсь, что почти все видели почти во всех книгах вот такую двухмашинную систему. Это классический пример, с которого начинается рассуждение о статической устойчивости. Система интересна тем, что на ней легко показать зависимость мощности, передаваемой по линии от угла между векторами напряжений на шинах. Предельная мощность достигается при угле равном 90 градусам, что видно из соотношения. Соответственно, режимы работы при углах менее 90 градусов считаются статически устойчивыми. Число 90 стало уже настолько привычным, что когда в одном из разговоров была затронута похожая тема, упоминание о предельном угле по статике в 45 градусов показалось странным. Я решил разобраться и в итоге пришел к выводу, что из этого разговора может получиться неплохой пример работы с утяжелением. Действительно, как изменятся предельные параметры, если вместо генератора на приемном конце линии поставить нагрузку, заданную мощностью? Похоже, что предельные параметры должны снизиться, поскольку напряжение на приемной шине не будет поддерживаться генератором. Но как именно? Исследуем наш новый вариант модели сначала теоретически, а затем с помощью INOR XL. Сначала получим аналитическое выражение для угла дельтапредельное, при котором достигается максимальная активная мощность по линии. Питающий узел будет задан генератором бесконечной мощности с фиксированным модулем и углом 0 градусов. Запишем второй закон Киргофа для сети и выразим ток через мощность, который подставим в предыдущее уравнение. Выделим вещественную и мнимую части. Исключим одну из неизвестных, скажем, напряжение, введем коэффициент мощности α и получим выражение для активной мощности в функции от угла. Для того, чтобы найти максимальную мощность, возьмем производную по углу. Для предельного угла получим следующее выражение, которое показывает, что предельный угол зависит от соотношения активной и реактивной мощности, передаваемых по линии. Теперь будем задавать параметр α, обратное отношению активной и реактивной мощности, и строить зависимости активной мощности и напряжения от угла между векторами напряжения на шинах. Зададим параметры x суммарная 0,1 Ом и ЭДС 110 кВ. Семейство кривых мощности выглядит следующим образом. При нулевой реактивной мощности предельный угол действительно равен 45 градусам. Именно этот случай и подразумевался в упомянутом разговоре. При увеличении реактивной мощности предел по линии соответственно снижается. Зависимость предельного угла от отношения активной и реактивной мощности показывает снижение при увеличении доли реактивной мощности. Эта кривая полезна для исследования поведения напряжения на шине нагрузки. Отметим точки, соответствующие ряду заданных отношений мощности. На графиках зависимости модуля напряжения от угла по линии показаны точки критических углов, полученных по предыдущему графику. Обратите внимание, что при заданном в примере напряжении 110 кВ критический угол достигается при напряжении существенно выше половины номинального при всех заданных отношениях мощности. Это означает, что утяжеление должно находить предел именно по статической устойчивости, а не просто останавливать движение по траектории ввиду снижения напряжения ниже допустимого. Поскольку далее мы перейдем к численным экспериментам, результаты сведем в таблицу со значениями предельного угла, модуля напряжения и предельной мощности в зависимости от отношения мощностей. В iNOR XL введем тестовую схему из двух узлов. Первый узел сделаем балансирующим, во втором будем изменять нагрузку с помощью инструмента утяжеления. Активная мощность всегда будет иметь значение 10 мегаватт, а реактивную будем изменять в ряду 0, 3, 5, 8 и 10. Наша задача сравнить результаты, полученные с помощью iNOR XL, с теми результатами, которые мы получили по аналитическим выражениям. Поэтому нас интересует повышенная точность расчета. Установим точность балансирования режима в 0,01 мегаватта и на всякий случай увеличим допустимое количество итераций, хотя в большинстве случаев можно сохранить исходное ограничение в 20 итераций методом Ньютона. Создадим траекторию. В узле с номером 2 будем согласованно изменять нагрузку. Диапазон зададим так, чтобы перекрыть предельные перетоки из таблицы. Минимум 23 000, максимум 61 000 мегаватт. Поскольку утяжеление контролирует шаг, а не значение параметров, для повышения точности определения параметров предельного режима, зададим зону действия приличной протяженности. В данном случае у меня получилось около 600 шагов. В исходной схеме у нас задан вариант с коэффициентом 0. Выполним поиск предельного режима. В результате расчета получим угол, напряжение и мощность к точности, соответствующей теоретическим значениям. Теперь можно с воодушевлением продолжить исследование с другими коэффициентами. Вновь установим активную нагрузку 10 мегаватт, а реактивную увеличим до 3 мегавар. Поиск предела выполним на той же самой траектории. И вновь получим значение, соответствующее теоретическим. Последовательно перейдем к мощности в 5, 8 и 10 мегавар. Продолжение следует... Продолжение следует... Во всех случаях мы получили результаты утяжеления, совпадающие с результатами расчетов по полученным нами аналитическим выражениям. И хотя более простую схему для тестирования сложно придумать, расчетные проблемы с поиском предела в этой схеме совершенно такие же, как и в более крупных схемах. Так что можно надеяться, что в схемах посложнее пределы будут найдены со столь же высокой точностью. Надеюсь, было интересно. Продолжение следует. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...